Врачи заладили, у вас бессонница, примите снотворность, закройте глаза, считайте баранов. Не знаю, может быть кого-нибудь эти бараны и успокаивают, а я их днём как начну считать, особенно руководящих. Неделю заснуть не могу. Я ночью люблю, может быть это и хорошо, что я не сплю, ночью тихо, я люблю тишину слушать. Жена вон спит в маске, в питателе. Честно говоря, я бы эту маску сам бы съел, если бы не её лицо. Что и думала, берёт апельсин, ананас, лимон, клубнику, банан, сметану, огурец и мажет паразитка по щекам. И так далее. Я один раз не выдержал. Ну такой деликатес в постели валяется. Прилёг поближе. Вроде как соскучился. Вкусная моя, сладкая моя, и целую её, целую. Ну где потолще намазанная? Она говорит, ты раньше никогда так не делал. Я говорю, голод не тётка. Поразительно. Я и не думал, что маска может дать такой результат. Ещё как может. Ты не сомневайся. Я только вот читал где-то, что надо чередовать. Один день фрукты, другой колбасу сырокоптёную. Кружочками по всему телу. И снимать маску надо не кремом вашим, а спиртом. Не-не-не, ты меня не обманешь. Спирт сушит. Я ещё птичка молодая, красивая женщина. Это у тебя морда обвисла, как у бульдога. Тебе надо тоже делать питательные маски. Какие маски? Я мужик. У нас одна питательная маска. Напил своей мордой в салат. Птичка молодая. Ишь ты. 96 кг калибри. 56 калибра. Даже 8. А я, между прочим, идеальный муж. Да-да-да-да-да. Другие мужья на буханку хлеба заработать не могут. Я зарабатываю на две. Ни в чём тебе не отказываю. Подари мне кольцо. Пожалуйста, на тебе кольцо. Занимайся на здоровье. Я же не виноват, что оно тебе в самой раме. Спокойно, спокойно. Любишь тишину слушать, слушай тишину. А как её слушать, если этот кран капает, как сумасшедший? Жена установила новую итальянскую электронную сантехнику с диктором главной. Если какие-то ошибки делаешь, он объявляет тебе эти ошибки. Эта массажная ванна работает как массажная, только когда из неё вылезаешь. А когда залезаешь, она отключается и садистским голосом объявляет. Тело, опущенное в ванну, в два раза превышает размеры ванны. Идиотка. Такая тишина, что даже сосед сверху угомонился. Купил себе новый супер-пупер квадроцвета-цвета музыкальный центр. Колонки, как два шкафа-купе. Он всё мечтал, чтобы звук у него был живой. Звук-то у него теперь живой. А вот соседи, те, что с ним через стенку жили, обменялись на времянку в Тюмени. А глухая старушка с цокольного этажа начала себе уши ватой затыкать. А то, говорит, по телевизору сурдоперевода не слышно. Спокойно, спокойно. Не надо злиться на людей. Это не по-божески. Все люди-божьи твари. Все люди-божьи твари. Все. Кроме тех, кто мне ремонт делал. Эти не божьи, эти просто. Надо было умудриться, слив канализации, подключить ко входу стиральной машины. Мы еще с женой удивлялись. Почему после каждой стирки белье мрачнее? А сигнализацию замкнули на холодильник? Теперь каждый раз, когда дверцу в холодильник открываешь, охранники приезжают. Проверяют, все ли продукты на месте. Можешь после этого заснуть? Ночь — это спокойствие души. Сынок вон спит. Ручками так нежно обнял свой компьютер. Он у нас тихий. Весь день в виртуальном мире. Я у него спросил, может, разок порадуешь отца? Подерешься с кем-нибудь? А зачем? Я уже в компьютере четверых вырубил. Я что узнал, оказывается, и подружка у него тоже там. Возьмутся он за мышку, она за джостик. И гуляет по интернету. Я говорю, ты бы хоть нас с ней познакомил, что ли? А зачем? Она и так тебя знает. Каким образом? Мы же ни разу не виделись. Так ты посмотри. Ты у меня в компьютере. Видишь? www.otec.sobaka.ru Тот оригинал, а я уже дабл. А младший, сынок, всего 4 годика. Что он мне вчера сказал? Ты папа чмо в ботах. Неправда, сынок. Я боты никогда не носил. О, Господи. Тишина, тишина. Слушай, тишину. Вон, во дворе даже ни одной собаки. Иномарки только перегавкиваются. Те, что помельче начинают. Чуф-чуф-чуф-чуф-чуф-чуф. Покрупнее. Уть-уть-уть-уть-уть-уть. И все остальные подхватывают. Пиво, пиво, пиво. Ночью действительно хорошо. Никуда бежать не надо. Днем она меня замотала. Леша, пошли в поход. Природа, романтика, цветочки. Какие цветочки, мать? Мужа с тобой старый. Ты вон в парке гуляла. Челюсть потеряла. Два часа ее искала, застеснялась. Сделала вид, что ищешь грибы. Феврале в походе. Ты же не выдержишь. Я, да я слона на скаку остановлю. Да? Ну пошли. Так она уже через 15 минут. С высунутым языком. Когда будет привал? Мать, привал будет. Но для этого надо спуститься хотя бы до первого этажа. А в зоопарке что было? Вылупилась на крокодила. Ой, смотри, какая харя. А там табличка. Крокодил переведен в другой павильон. Она в отражении свое в стекле. Ах ты, бальда болотная. Ах ты, бедник. Это он бедник, это я бедненький. В магазин с ней придешь, глаза горят, как у Беркута на охоте. Эти идиоты пишут у входа в супермаркет. С собаками не входить. Дураки, надо писать, с бабами не входить. Привязывать у входа. А я любые цепи порвет. Недавно говорит, мне надо что-то купить для стирки. Приходит. Ой, какая прелестная шляпка с вуалью. Лёлик, это отдел пчеловодства. Ты говорил, что-то для стирки надо. Конечно. Почему у вас стиральная машина? Ой, какая мини-юбочка у вас есть, 58-й размерчик. Помада вон ту, мету, ту, 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 ту. Лёлик, у тебя есть помада. Я тебе дарил на свадьбу. Она уже почти кончилась. Я уже ее спичкой выковыриваю. Ты жадный паук, вонючий крохобор, старый скволыжник. Можно подумать, что сама не жадная. Купишь ей с получки чупа-чупс, никогда не поделится. Да, вы видите, он в рот запхнет. Морда, как у бетонной мешалки. А мне только палочку, угощайся. Чего я на нее сегодня окрысился? Жить-то без нее. Я уже не могу. Нервы не в духу. Это врачиха эта... Ты ж не знаю, как ее обозвать. Прости, пома белобрюхая. Лекарство от нервов выписала. Возможно, говорит, по обочинам явления. Вши беременность. И преждевременный летальный исход. Фигас-2. Я живучий. С добрым утром! АПЛОДИСМЕНТЫ